День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Мы, конечно, рады были бы в каких-то веселых, позитивных вещах. Стараемся, во всяком случае, такие темы поднимать. Но, тем не менее, есть и в нашей жизни такие очень тяжелые, мрачные, опасные страницы, которых нужно просто знать об этих опасностях. И мы периодически встречаемся с организацией Безвест Салвэ. Я сейчас основатель этой организации, Александр Фоминский, с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Буквально несколько последних дней были действительно очень насыщены новостями о поисках пятилетней девочки, пропавшей в районе Гауи. И, к сожалению, конечно, эти поиски закончились с тем, что тело было найдено. Мы приносим глубочайшие соболезнования всем, конечно, родственникам погибшей. Ну, вот эта история, каждое лето, конечно, то, что многие дети остаются во время школьных каникул, или, ну, вот когда они работают там в другие воспитательные учреждения без присмотра, может быть, выезжают куда-то на природу, и, ну, происходят такого рода драматические случаи. К сожалению, вот что можно сделать, чтобы такого рода случаев было как можно меньше? Александр, ну, во-первых, пару слов о том, как шли поиски. Я так понимаю, вы столкнулись с неожиданными трудностями? Ну, да, это было так на самом деле, потому что, когда большие поиски людей, всегда появляется большое количество, ну, народа, которые... Одни люди хотят искренне помогать искать человека, и другие занимаются какими-то пиар-компаниями непонятными, и некоторые вообще не совсем психически здоровые люди есть. То есть, наверное, там, где большое количество скоплений людей, всегда это происходит. Мы с этим столкнулись и сделали очень серьезные выводы, когда искали на поисках Ивана Берладина, поиском которого подключились мы через, наверное, три дня, когда он пропал, нас попросили о помощи реальной, и мы туда поехали искать. И тогда вот мы столкнулись с огромным троллингом в соцсетях, как пишут очень много всяких разных комментариев. И вот если взять, допустим, именно как пропажа вот с этой девочкой, то есть взять этот случай так с начала до конца, то есть сначала идет объявление о пропаже человека, ну, кто-то начинает писать, немножко появляется информация, но потом она, как снежный ком, очень быстро-быстро-быстро набирает свои обороты, и уже наши волонтеры-добровольцы, ну, вот в пиковом момент был где-то порядка 200 сообщений приходит в день, да, которые надо проанализировать, понять, прочитать. И очень большое количество экстрасенсов пишут. Ну, это вообще, я вот не знаю, мы без вас столько раз об этом говорим уже, и что за 12 лет нашей поисковой деятельности ни один экстрасенс нам не помог в поиске человека. Нету вот факта, где он нам указал место, мы приехали и нашли. Все с чьих-то каких-то рассказов, истории, все равно люди едут, пишут нам, злятся на нас. То есть, ну, вот из серии, вот как вот с этой девочкой, проверьте то место, там есть очень ясновидящий человек, он нам показал, вы должны это проверить. Мы говорим, извините, мы не поедем. Как так, вы не хотите помочь ребенку, и появляются какие-то другие сочувствующие люди, и говорят, ой, ну, попробуем проверить. И туда едут, да, тратят огромное количество времени, ресурсов, а результата ноль. И мы тоже на это очень тратим время, на эти публикации. И со временем экстрасенсы, они тоже становятся как бы хитрее. Они не пишут сейчас, там, типа, вот, я знаю, где Эвита находится. Они пишут, она находится там на пляже, например. Ну, то есть он не сразу говорит, что он экстрасенс, да, этот человек? Он не говорит, что он говорит, она в Пумпуре, в Юрмале на пляже. Ты начинаешь с ней переписываться, а где, а кто вы, а почему об этом не сказали, давайте мы свяжемся с полицией. И какие-то такие ответы однозначные, это, ну, растягивается по времени. Как будто человек с тобой играет какое-то время, да, там, два часа, может, ты сидишь и не понимаешь, что это, шутка или это серьезно, или, ну, где он видел, дайте телефон. И потом ты понимаешь, что он ясновидящий. И, блин, потеряное время, а мы же эти все комментарии стараемся проанализировать, потому что нам, ну, очень часто человека можно найти по маленькому какому-то штриху. Кто-то скажет, а вы знаете, я видел там-то и там-то этого человека. Ты туда направляешь группы, и большой шанс найти этого человека. Даже пускай не живым, но он дал тебе какую-то зацепку, где его можно найти. То есть это получается, что здесь какой-то вот именно информационный шум появляется, который очень... Огромный, огромный. Не просто информационный шум, но просто шквал. Это море вот этой информации. И с каждыми сутками он увеличивается и усиливается. То есть когда заканчиваются у людей, ну, физические, как бы, инструменты поисков, то появляются вот эти вот диванные эксперты, которые начинают одни просто рассуждать, умничать, другие начинают вот эту эзотерику подключать. А я считаю, что лично мое мнение, если ты хочешь реально, ну, помочь, то надо приехать и с координацией с полицией, как вот полиция сделала объявление, совместно, разделяя квадрат на квадрат, и прочувствовать эту территорию. И не приходить в шортах и в тапочках, сланцах на поиски, если ты собрался идти в лес, ну, или ночью, или днем, а приходить, соответственно, одеться для этого. Потому что сейчас люди приходят с фонариком от телефона, я говорю, фонарик есть? Да, есть, показывает телефон. Ну, это понятно, да, это не фонарик, можно сказать. Александр, давайте уточним, если кто-то хочет действительно помочь, добровольно прийти, участь, поучаствовать в поисках, что нужно иметь с собой, чем экипированным и как одетым? Что взять с собой, в конце концов? Ну, надо одеваться по погоде, конечно. Шорт-исланцы. То есть, если мы возьмем сейчас вот это, все равно должно быть тело закрыто максимально. То есть, брюки длинные, носки заправленные в брюки, чтобы клещи не попадали, литр, полтора или лучше литра воды с собой возьмите, голова закрыта, одежда, чтобы не было никаких открытых участков тела. То есть, попшикаться от комаров, хотя мы и сами обрабатываем, у нас много всяких средств, ну, просто посторонних добровольцев обрабатываем. Люди приходят, мы их всех обрабатываем, прежде чем пускать лес. Что в этом году, на самом деле, очень много клещей. У нас вот люди с последнего поиска пришли, вот человек снял с себя 12 клещей сразу же. Ну, этот год какой-то рекордный, да. Да, их очень много клещей реальных. И еще есть такая проблема с частью добровольцев. Это которые приходят, они не понимают, как ходить вообще в лесу и что делать. То есть, он заходит в лес, и ты понимаешь, что сейчас ты его сам потеряешь, его будешь искать. То есть, если человек вообще не готов, но он эмоционально, в общем, включился в это несчастье, в это горе, то пускай лучше он дома сидит, чем мы за ним будем ходить. И очень много выпивших людей в состоянии алкогольного опьянения. С ними тоже невозможно контролировать их. Ты ему говоришь, держи дистанцию 2 метра. Он говорит, я понял, и пошел куда-то, как торпеда в лес куда-то, и скрылся. И невозможно с такими людьми работать. Хочется сказать очень большое спасибо, что люди, тем, кто реально отзывается, поделится постами, кто пишет, кто пишет хорошие, здоровые идеи, посмотреть там-то и там-то, где камеры есть. На самом деле, я вам скажу так, что с поисков Ивана Берладина это такое страшное несчастье, но люди тогда с того момента как-то начали понимать, что пропадают дети, что это несчастье очень близко. То есть оно может завтра-завтра произойти, сегодня уже с кем-то из близких. И они начали включаться и сопереживать, и дают информацию, и присылают, и сами участвуют. Реально есть люди, приезжают вообще супер такие, экипированные, пошел в лес. Ему не надо ничего объяснять. Ему просто показал зону, район, где искать. Мы подключаем к нашей аппликации, чем вот наша аппликация, которую нам Чили ЛОС сделала, она эффективна тем, что все поиски мы видим на одной карте. То есть вот вы пришли на поиски, говорите, я хочу искать. Мы вас подключаем к нашей аппликации, с этого момента ваш трек записывается на общей карте всех поисковых, поисковых, все миссии. Каждый человек отметился, где он прошел. Мы знаем, где есть белые пятна, где эти лысые места. Мы можем эти места проверять. Также вот как по этой девочке, то есть мы, полиция, ну, работала, ну, нормально, но в плане мы взяли на себя, так говорится, полиция взяли на себя вот участок, они нам дали, и мы его проверяли, этот участок. Александр... Да. А скажите, пожалуйста, вот в поиске детей, там ведь есть, ну, очевидно, есть отработка каких-то версий, что могло послужить причиной. То есть это может быть похищение ребенка, это может быть, когда ребенок сам куда-то ушел, и это может быть просто, ну, вот несчастный случай, когда, ну, ребенка там унесло течение или что-то еще. То есть, ну, в одном случае это природа стихии, в другом случае это, ну, сознательная воля ребенка, в третьем случае это воля какого-то, ну, зломышленника. В зависимости вот от этих версий, меняется ли поиск ребенка, локации, как это вот, ну, то есть вот вам дают, ну, говорят, вот сейчас главная версия такая, или вы ищете вне зависимости от принятой полиции версии? Нет, мы всегда сотрудничаем очень тесно с полицией, и, ну, при пропаже человека всегда появляется очень много алгоритмов. То есть, я думаю, что рассматриваются все похищения, утонуло в лесу, ну, по этому случаю, например, я думаю. И во все сразу стороны это надо проводить работу. И также вот мы сейчас использовали наше изобретение башню спасения. Это очень эффективное такое, ну, я считаю, что устройство. Расскажите. Да, сейчас расскажу. Это такой, грубо говоря, рупор, который, ну, как динамики очень мощные, которые ставятся, и он зовет голосом матери. На тот случай, что если ребенок, ну, что-то его испугало, или он прячется, или... Эта система вообще была, ну, нами сделана с голосом, она была сделана для того, чтобы поиск детей аутистов. Аутистическим спектром, да. То есть они могут спрятаться и сидеть где-то, и когда их просто ищешь и кричишь, он не выйдет. А если на голос матери, он 90% выйдет. И, конечно, такое, ну, впечатление очень удручающее, на самом деле, когда, знаете, в тишине вот мама кричит, назовет дочку свою, и... И так это очень тяжело слышно. Ты думаешь, вот она есть там в лесу или нету. Но когда вот наша группа закончила поиск, мы уже там точно знали, что в том районе вот 99% ее нету, потому что мы используем очень серьезные тепловизоры ручные, которые, как на телевизоре, все видно. Не монокуляры, а именно у тебя в руках такая... С экраном ты ходишь, и сразу очень видно большое расстояние. То есть люди подготовленные у нас уже очень четко все знают. И тепловизоры, люди, башни спасения, звуки. То есть мы этот район очень четко зачистили. То есть, ну... То есть все видимые такие места мы проверили. Оставалась вода. Ну, вода... И так как движение воды там очень сложное, большое течение, очень много палок под водой. Вот в ОГД сразу спросили, как там. Они в первые дни, когда ныряли, они говорят, ну, там и течение, и эти... Очень много поваленных деревьев под водой. То есть тело, оно может и зацепиться, оно может унести. У нас было в Литве, мы искали ребенка двух лет, он утонул. А его унесло, по-моему, за сутки на 29 километров. Очень далеко. То есть, ну, прямо как летит, как... Ну, можно в то же время и зацепиться где-то. И что вот я про себя отметил. Вот стоишь в воде, вот там, хотя вода была низкая, вот на Гаве, где вот Эвита пропала. Но стоишь, у тебя прямо сносит течение. То есть, ну, такое обманчивое ощущение. Я думаю, что вот это, наверное, и произошло. Ты заходишь, вроде мелко, да? Но ты не чувствуешь этой энергии воды, как она тебя, ну, тянет туда. И думаю, что вот это, наверное, скорее всего, и сыграло свою роковую роль. Ну, Гаве вообще-то, конечно, коварная река. И об этом сегодня даже параллель нашему эфиру на ТВ-3. В программе «900 секунд» как раз руководитель ГПСС Оскар Саболин что же сказал, что, ну, вашими же словами и про поваленные деревья, и про зигзаги, и про течение, что это очень сложная река, которая затрудняет спасательные поисковые работы. А также прозвучало, спасатель не может быть прикреплен каждому человеку на пляже, поэтому важно соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды. И здесь хотелось бы перейти, не касаясь конкретного случая, ни в коем разе, никого не обвиняя, ни намекая ни на что. Возьмем вообще ситуацию. Ответственность родителей, подготовленность. Впереди еще два слишком месяца лета. На что обращать внимание? Какие выводы, вот, например, вы из своей работы сделали, как себя ведут родители, какие основные ошибки? Чтобы, не дай бог, вот, трагедии не повторить? Ну, видите, мы больше такие, как бы, ну, наверное, эти советы должны давать, наверное, ВГД, наверное, больше. Они, наверное, мы больше как практики, люди, которые как разыскники. Как бы, у нас большой опыт искать человека, который уже пропал, а как для профилактики, наверное, лучше это ВГД. Ну, конечно, смотреть, наверное, ну, такие, наверное, глобальные советы мог бы отдать лучше ВГД, наверное. У нас был представитель ГПСС и уже давал советы. Хорошо, а в таком случае давайте поговорим о вашей школе. В прошлый раз, когда мы встречались в эфире, вы рассказывали о школе, ну, не знаю, там, выживания, что ли, для детей и подростков, как занятия, сколько детей, как обучение идет успешно? Ну, у нас, вы говорите про проект юниор, наверное, да? Да, да. Детский проект юниор. Сейчас вот на лето мы приостановили эту деятельность, потому что, ну, у нас есть свои работы, которые надо было, и лето. Многие дети разъехались по каким-то лагерям, по каким-то мероприятиям, и мы оставили это на сентябрь. А в этой школе, да, мы обучаем простым каким-то, ну, я считаю, нужным, необходимым дисциплинам, которые дети, ну, сталкиваются. Это как использование спасательных жилетов, как ориентироваться в лесу, как развести огонь. Ну, какие-то простые. Как управлять дроном, как управлять лодкой, то есть как управлять, как защищаться. Вот был интересный курс. Мы купили специально тренинговые баллончики, как защищаться. То есть это как баллончики, как слизоточевого газа, но они для тренингов сделаны. То есть там нету газа, там просто вода. Как ими пользоваться, как их использовать, и как... Чтобы человек мог попробовать, потому что на самом деле, вот мы когда сталкиваемся с животными, да, сейчас особенно активизировались уже медведи, и мы тоже серьезно об этом думали, как безвест. У нас есть специальные баллоны мощные для защиты от медведей, потому что медведь — это очень опасное животное, которое в лесу будет, и надо уметь знать, как тем пользоваться. Мы проводим курсы для своих постоянных волонтеров, и, в принципе, все те курсы, которые мы проводим для постоянных волонтеров, мы проводим их и в детско-подростковом юниоре. Ну, в таком случае имеет смысл, и будет ближе к новому сезону этой школы еще раз поговорить, потому что это, безусловно, важные и полезные знания и навыки. У нас время в эфире заканчивается. Александр Фоминский, руководитель организации Безвест СВВ, был с нами на связи. Огромное спасибо еще раз вам за вашу работу. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. С паузой в эфире. До свидания.